Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы с вами продолжаем наш плейлист и далее разбираем список неправильных глаголов. Так, покупать будет buy. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Я решил купить это позже. Я решил... I decided... Купить это... To buy it... Позже... I decided to buy it later. Я купил это онлайн. Я купил это... I bought it online. Online. I bought it online. Иметь... Have, had, had. Have, had, had. У меня была... Это возможность. У меня была... I had... I had... Это возможность. Возможность. This... Возможность... Opportunity. I had this opportunity. У него был этот шанс. У него был... He had... Этот шанс. This chance. This chance. He had this chance. К сожалению, у меня не было этой возможности. Да, действительно. Как сказать к сожалению или к несчастью? Это такое слово... Unfortunately. Видите? Fortunately. Это удача. Фортуна. Unfortunately. 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 Это к несчастью. Unfortunately. Unfortunately. Это к счастью. Unfortunately. А un... Это отрицательное значение. Unfortunately. К несчастью. К сожалению переводится. Unfortunately. У меня не было. То есть я не имел... I didn't have... Этой возможности. This... Opportunity. Unfortunately. I didn't have this opportunity. К сожалению. У нас не было... Какого-либо выбора. К сожалению. Unfortunately. Unfortunately. У нас не было... То есть мы не имели... То есть мы не имели... We didn't have... Какого-либо выбора. Какого-либо это any. 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 В отрицаниях и вопросах мы используем any. Any. Выбора. Choice. Unfortunately. We didn't have any choice. К сожалению это не произошло. К сожалению. Unfortunately. Это не произошло. It didn't happen. Unfortunately. It didn't happen. Следующий глагол. Приходить. Come. Came. Come. 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 И по умолчанию используем выражение come back в значении вернуться. Я вернулся. Я вернулся 10 минут назад. Я вернулся. I came back 10 минут назад. 10 minutes ago. I came back 10 minutes ago. Buy. Bought. Bought. I decided to buy it later I bought it online Have Had, had I had this opportunity He had this chance Unfortunately I didn't have this opportunity Unfortunately We didn't have any choice Unfortunately It didn't happen Это предложение просто для примера На самом деле очень нужное слово И как раз вот если вы хотите иметь более высокий уровень То просто необходимо насыщать наш язык разговорными фразами И мы это делаем Точно видите фразы более сложного уровня Более высокого уровня Это здорово Come Came I came back Ten minutes ago Она пришла На вечеринку Чуть позже Она пришла She came На вечеринку Прийти куда-то Это come to Поэтому She came to На вечеринку Это фраза Come to the party Получается She came to the party На вечеринку Чуть позже Чуть A bit Позже Later Третий глагол Говорить Например, на каком-то языке Это speak Speak Spoke Spoken Speak, spoke, spoken Я говорил по-английски Только иногда Я говорил по-английски I spoke English Только иногда Only Sometimes I spoke English Only sometimes Вопрос Ты говорил по-английски Ты говорил по-английски Did you speak English? Did you speak English? Вещий глагол Проводить Тратить Spend 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 На это On it I spent Too much money on it Вопрос Сколько времени Ты потратил На это? Сколько времени? How much time? Ведь time Это неисчисляемо В английском языке Поэтому much How much time Ты потратил? Did you Spend На это On it? How much time Did you spend on it? Вопрос Сколько времени Ты потратил На изучение английского? Сколько времени? How much time Ты потратил Did you spend На On Изучение английского? What learn To learn Это учить А изучение Это learning Learning Английского English Получается How much time Did you spend On learning English? Включение глагола Писать Write Write Wrote Written Write Wrote Written Я написал Ей Письмо Я написал Ей I Wrote Ей Письмо Письмо И вообще Это такие устойчивые фразы Смотрите Написать Письмо Это Write A letter Имеет Вдруг какое-то Письмо Это просто такие фразы Мы по умолчанию Их употребляем Или написать сообщение Write A message Write A message Соответственно Я написал Ей письмо I wrote Her Письмо A letter I wrote Her A letter И неважно Знаю я письмо Или нет Просто фраза такая Понимаете Write A letter Write A message Далее Я написал Ему Сообщение Я написал Ему I wrote Him Сообщение A message I wrote Him A message Я написал Длинное сообщение Я написал I wrote Длинное сообщение Помним с вами про артикли Длинное сообщение A long Message I wrote A long message She came to the party A bit later Speak Spoke Spoken I spoke English Only sometimes You do speak English Spend 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 I spent Too much money on it How much time Did you spend on it? How much time Did you spend On learning English? Write Wrote Written Write a letter Write a message I wrote Her letter I wrote Him a message I wrote A long message Он написал Он написал Очень длинное письмо Он написал He wrote Очень длинное письмо Также Помним про артикли Очень длинное письмо A very Long Letter He wrote A very long letter Следующий глагол Видеть See Saw Seen See Saw Seen Я видел Эти изменения Я видел I saw Эти изменения These Changes В принципе Также можно перевести Я видел эти перемены Или изменения I saw These changes Я видел Свои результаты И это Очень мотивировало меня Я видел I saw Свои результаты My results И это And it Очень мотивировало меня Очень мотивировало Как ты скажешь? It really Motivated Меня Me Мы с вами говорили Что грамматически неверно Это грубейшая ошибка Сказать здесь Very Это грамматически неправильно Поэтому по значению Используем Really В значении Очень It really Motivated Me I saw my results And it really Motivated Me Сидеть Sit Sit Sat Sat Sit Sat Sat Она села На стол Она села She Sat На стол Ведь опять же выражение Sit On a chair Выражение Сидеть На стуле Сесть на стул Sit On a chair Имеется На каком-то Столе И по умолчанию Это выражение Используется Она села На стол She Sat On A chair She Sat On a chair Если я хочу Подчеркнуть И сказать Что она села На этот стул Я могу сказать She sat On the chair Или On the chair Показать И указать Но обычно Это не нужно Поэтому просто Она села на стул Сообщение Какой это стул She sat On a chair По этому получению Используем Это выражение She sat On a chair Далее Я сел На мягкий стул Я сел I sat На Он Мягкий стул Также помним Про артикли Мягкий стул On a soft Chair I sat On a soft Chair На мягкий стул Видите Здесь Конечно Только Э Или Н Выбираем Начинается На согласный Звук Поэтому Э I sat On a soft Chair Можно сказать По-другому Например Стул Был очень мягкий Стул В начале Предложения Начинаем The Получается The chair Значение Этот или тот The chair Был Означает It Поэтому Was Очень мягкий Very Soft The chair Was very soft Кресло Было Очень удобное Кресло Теперь скажем По-другому Немножко Более Сложное Предложение Я Сел В Комфортабельное Кресло Или Я сел В удобное Кресло Или в комфортабельное Насловное Я сел I sat В In Комфортабельное Кресло Вот правильно Так сказать Или нет I sat In Comfortable Кресло Armchair Правильно Или нет Нет Неправильно Потому что Должны С вами Что Последить Артикль Верно Получается A Comfortable Armchair Мы с вами Это правило Подробно Отрабатывали В рамках нашего Плейлиста Вот на самом деле Просто Действительно Даже если Кто-то Проходил Все равно Забывается Согласен Поэтому Еще раз Обращаю внимание Видите Сесть на стол Это Sit on a chair Сесть Сесть в кресло Sit in An armchair То есть Еще раз Sit on a chair Сесть в какое-то кресло Sit Видите In Это в An Armchair То есть Видите Здесь Другой предлог И артикль Итак Повторим He wrote Armchair Следующий глагол Резать Порезать Это глагол Cut Формы одинаковые Cut 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 Он порезал мясо He cut Мясо Имеется какое-то конкретное Поэтому He cut The meat He cut The meat Она порезала рыбу She cut Также по аналогии She cut The fish She cut The fish С точью выражения Она порезала палец She cut Палец Помните Мы сами говорили Что если часть тела То просто так Finger Мы сказать не можем Помните То что сами говорили Например У мой лицо Мы говорили как Все мое лицо Не wash Не wash Face А Wash your face Wash your face Это особенность Грамматическая особенность Поэтому здесь также Хотя мы говорим Она порезала палец Мы говорим именно Ведь и притяжательные Местеремения Здесь She cut Her finger She cut Her finger Он Порезал веревку He cut Веревку Какую-то конкретную веревку He cut The rope He cut The rope Это по умолчению выражения Cut The meat Cut The fish Cut The rope Следующий глагол Может быть Правильным И неправильным Если в значении Лгать Lie То это Правильный глагол И формы Lie Lied Lied И примеры Она Солгала мне Она Солгала She Lied Вот если Солгать кому-то Это To Lied to She lied to me Она Солгала мне She lied to me Он Сейчас Солгал Своему Боссу Он Сейчас Солгал He Often Лied Своему Боссу To His Boss He Often Lied To His Boss Если в значении Лежать То Lie Это Неправильный Глагол И форма Lay Lane Lie Lay Lane Например Он Лег В кровать Вот Выражение Лежать В кровати Это Lie In Bed Lie In Bed Лежать Лежать На Полу Lie On The Floor Lie On The Floor Прилечь Это Lie Down Lie Down Скажем Я Лег В кровать I Lay In Bed Это нужно Запомнить Что здесь Никакой Артикль Не ставится Мы сами Про это Говорили Просто Обращаю Внимание I Lay In Bed Он Лег На Пол He Lay На Пол On The Floor He Lay On The Floor На Пол Тоже Видите Выражение On The Floor На Пол На Пол On The Floor Я Прилег I Lay Down I Lay Down Я Прилег Cut 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 He Cut The Meat She Cut The Fish She Cut Her Finger Wash Your Face He Cut The Rope Lie Lied Lied She Lied To Me He Often Lied To His Boss Lie Lay Lay I Lay In Bed He Lay On The Floor I Lay Down My Friends Thank You Very Much We Continue This Very Important Playlist